Детский фонд У нас в студии сегодня Ирина Васильевна Наркевич, основатель, идейный вдохновитель благотворительного детского фонда «Тепло наших рук». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Анна. Татьяна Геннадьевна Юрченко, доброволец фонда, куратор проекта «Литературная гостиная» и куратор программы «День рождения каждому ребенку из детского дома». Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. И Иосиф Павлович Штительман, бизнес-консультант и автор проекта «Живое слово». Здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, наверное, с проекта «Живое слово» мы и начнем. Расскажите нам о нем. Интересны все подробности и детали. Помимо того, что я занимаюсь бизнес-консультированием, я еще, как у меня хобби, веду дискотеки в заведении нашем любимом. Это «Кот и Клевер». И там родился проект «Живое слово, живая музыка», куда талантливые люди могут прийти и спеть или почитать свои стихи, или все, что хочет душа просит. И однажды к нам пришла Ирина. Оказалось, что доброволец ее фонда, поэтесса, которую я пригласил. Это просто замечательный человек, Анна Хохлова. И так началось наше сотрудничество. Мы, когда узнали о том, что есть возможность сотрудничать с благотворительным фондом, конечно, сказали «да». И с тех пор у нас уже два вечера совершилось, причем каждый раз лучше и лучше. Ирина, что для вас этот проект? Для меня этот проект – возможность, чтобы люди узнали еще больше о всевозможных способах помочь детям. Прелесть нашего фонда в том, что очень много точек входа. То есть начиная от репоста информации в социальных сетях до самых возможных, всевозможных. Это удивительное сочетание, потому что люди, которые приходят за развлечениями, узнают еще о том, что они могут в течение этого вечера помочь детям. И они помогают и делают это с удовольствием. Потом они рассказывают другим, и получается такой вот интересный симбиоз. А дело действительно очень важное. Я-то, собственно говоря, только две знаю затеи, которые, если так сказать, что они делают. Это репетитор в детский дом и подарок каждому ребенку. Потому что действительно из детского дома мы, люди, у которых есть родители, получаем дозу внимания, долю внимания и подарки в тот день рождения. Когда у нас день рождения. Когда у нас день рождения. А представьте себе, дети, у которых нет такой поддержки, они, во-первых, могут и не получить подарок, и поздравления в конце месяца. Ну как вот, прошел январь, и все дети, кто родился в январе, их там собрали и сказали, вот детки, мы вас поздравляем. Это в лучшем случае, а то раз в год. Да, а здесь получается так, что вот эти деньги, которые были собраны, каждый ребенок адресно получит не просто подарок, а я так понял, что еще и торт, на котором будет надпись сегодня, представляете, вот не каждому из нас, извините, конечно, да, дарят торт. Ну вот, я не помню, чтобы у меня был торт с именем Иосиф, да? Именно, но у меня тоже не было. Да, да, а вот Ирина это придумала, это делается, это просто здорово, я считаю. Когда Ирина рассказала про этот проект, вот мне, просто добровольцу, он меня вызвал восторг, потому что, действительно, когда живешь в делу, где все общее, и вдруг тебя как-то выделяют. Да, личного вообще мало. И именно про торт хочу сказать, что подарки, все это прекрасно, они принимают, каждый по-разному принимает, кто-то стесняется, кто-то с удовольствием, кто-то обнимается. Но когда они открывают крышку на торте, и когда они видят, что это, мы не забежали в магазин, и не купили там просто мимо, пролегая, да, а то, что Ирина провела большую работу, чтобы найти кондитерскую, чтобы договориться, чтобы нас оформляли именно так. Трудящихся для детей. Вот эти вот глаза, когда они читают свое имя на торте, меня поразило, я была удивлена, вот этой реакцией, но это незабываемо было, первый раз, когда мы увидели, потому что были готовы, первый раз это было незабываемо, конечно. Вот вы сказали, что у вас много таких в благотворительном фонде «Тепло наших рук». А давайте расскажем, с чего все начиналось и к чему в итоге удалось прийти. Ну, началось все в апреле 2014 года, когда я разместила пост на Фейсбуке, «Друзья, пойдемте гулять и общаться с малышами из социального отделения, в жизни которых нет мамы и папы». Там еще была предыстория, но, наверное, я не буду сейчас растекаться мыслью по древу. И вот 13 апреля размещен пост, и уже где-то через неделю идут первые четверо добровольцев, я пятая. Мы идем гулять. То есть начиналось вот с этого. А прогулки — это ведь не просто погулять, и даже не просто, что ребенок подышит воздухом и побудет под солнцем. Это та самая социализация. А социализация — это наша миссия. То есть с этого все начиналось, этим все и продолжается. Потому что если для взрослых детей мы проводим мастер-классы какие-то обучающие, у нас есть программа репетиторов в детский дом, то для детей это как раз гулять, разговаривать, взять за ручку, обнять, вместе с горки там попрыгать, в песке покувыркаться. Вот с этого все начиналось. И в апреле 2017 года, вот уже скоро, будет три года уже нашему доброму делу под названием «Тепло наших рук». И мы уже помогаем 16 учреждениями. С разной степенью интенсивности, допустим, находка детский дом далековато, ресурса пока нет. Моего личного туда добраться, найти там, допустим, тех же репетиторов и контролировать, что немаловажно. Потому что нет цели для галочки перевести деньги репетиторам, сказать «мы провели урок». Важно отслеживать и смотреть динамику, есть ли польза детям или нет, какова динамика знаний. Более того, бывает так, что, а может быть, детям не надо, то есть от слова «совсем». И один из принципов нашей помощи – это экологичность помощи. То есть догонять со своей помощью и заставлять, но это немножко близко к насилию. Поэтому наша задача, мы, участники фонда, мы делаем все для того, чтобы у наших детей появились какие-то важные возможности. А дети уже сами решают, взять эту возможность или не взять. Я думаю, самое время сказать и о принципах, о которых упоминали в начале программы. Главный принцип – это, конечно, социализация детям. То есть все нацелено. Это миссия, именно громкое слово, и именно так и есть. Даже те водонагреватели, которые мы покупаем, это тоже социализация. Подушки, которые мы купили, допустим, школа-интернат для детей с нарушениями слуха, 70 штук. Это тоже социализация. Потому что как человек вырастет понимающим, что вокруг него должен быть красивый быт, свежее белье, если он, допустим, не видит этого в детстве. А ведь в детстве все мы родом из детства. Второй важный принцип – мы помогаем детям каждый день. И сюда как раз-таки очень сочетается наш проект «Живое слово». Он раз в месяц проходит. То есть мы не ждем каких-то праздников. 1 сентября, 1 июня или Нового года. В общем-то всего и три. Нам не нужно поводов. Мы хотим помогать, и мы помогаем. И немаловажный, очень важный принцип – это такие три кита. Учет, отчет и адресность. Все вместе, может быть, одним словом назвать прозрачность. То есть, когда мы в учреждении что-то дарим, обязателен фотоотчет об использовании подаренного. Если товар менее трех тысяч стоит, то это акт приема, на примере яблок. А если дар от нас стоит более трех тысяч, то это обязательно бухгалтерская справка о постановке на баланс. Более того, мы с каждым учреждением заключаем договор дарения имущества, согласно которому учреждение предупреждено, что если наш дар используется неадресно, то благотворительный фонд имеет право отозвать свой дар. Ну и также руководители, с которыми я сотрудничаю, замечаний у нас нет. Если где-то возникают замечания, то сотрудничество в виде материальной помощи прекращается. То есть, да, мы будем помогать оплатить автобус для детей на экскурсию. То есть, мы можем помочь найти и оплатить сиделку. Но если где-то отчетность произведена некорректно, и люди не стремятся это исправить, значит, мы не можем дальше оказывать помощь. Потому что я помогаю не своими деньгами, не только своими деньгами. Я выступаю в роли диспетчера ресурсов тех людей, которые мне доверяют. Поэтому, ну вот тут вот... Это очень большая ответственность, конечно. Очень высокая. Не хочется, чтобы из-за того, что кто-то халатно отнесся к этим принципам, вы в итоге выглядели как мошенники, которые потерялись сегодня немало. Везде говорят, что репутация зарабатывается годами, да, теряется в одно мгновение. Поэтому то, что делается, очень важно и полезно. И я не знаю, есть такой термин госпитализация. Был такой эксперимент, когда была Первая мировая война, деток помещали с одной сиделкой, вот их много было. И, ну, как бы специально, что родители на фронте, а они вот в Англии-то было. Вот дети вырастали очень отличающимися от тех, кто получал родительское тепло или заботу старших. Вот. И стало понятно, что это большая потребность, ну вот, получать ласку, заботу. Вот. Вот. И если этого нету, вот, то люди, естественно, ну, растут. Вот. И то, что делает Ирина, вот, это очень важно. Ирина с единомышленниками. Да, да, естественно. Я, я, да. Да. Вместе с вами. Да, да. В бизнесе, в принципе, те же самые. Если, допустим, бизнес-клиент ориентированный и нет заботы о клиенте, да, хотя бы один где-то в каком подразделении не случается, то по всему заведению считают, что это не очень хороший сервис, да. Вот. А если есть забота, люди идут с удовольствием в это место и оставляют деньги с удовольствием, вот, вспоминая о том, как там было хорошо. То есть принципы, они едины, мы люди, мы живые. И вот то, что детям дается такое тепло и забота, это очень важно. Вот. Поэтому, конечно, будем продолжать. Ну, фоль, спасибо. Это самое главное, это то, чем они владеют, это репутация. Не будет репутации, можно закрывать, как Ирина всегда говорит, закрывая на лопату, потому что не будет людей, которые помогают. Вот. То есть репутация превыше всего. Поэтому иногда приходится вот Ирине вести тяжелые разговоры, можно я это скажу, да, приходится вступать в нелегкие переговоры, потому что не все понимают, почему настолько требовательно, почему так придирчиво бывает, кажется, иногда даже, ну вот я же с открытым сердцем к детям, вот с горящими глазами, а вы не берете, потому что не всегда это на пользу. И когда, в принципе, думающие люди, если они начнут анализировать, они это поймут на самом деле, если только было желание понять. Да, вот давайте, наверное, живой пример приведем. Ирина, я думаю, вы сможете легко это сделать сейчас. Ну вот еще я бы хотела сказать, да, что главный-то акцент у нас, это дети, их здоровье и безопасность. И все правила, которые есть в фонде, немногочисленные, но они нацелены именно на безопасность детей, и чтобы от нашей помощи не то, что, не дай бог, не навредить, а чтобы пользу принести. И вот подтверждая Татьянины слова, да, человек звонит радостно, я хочу с ребенком, с детьми гулять. Говорю, хорошо, сдайте, пожалуйста, справки. Какие справки? Зачем справки? Это, слава богу, единичные случаи. И большинство понимают, что мы к детям должны идти здоровые. Безусловно, это очень важно, потому что все думают, что я хочу помочь с открытым сердцем, да, как вы, Татьяна, сказали, приходят, и тут якобы такая прибмигера на них нападает и говорит, нет, нет, пока ты не сделаешь что-то то-то и то-то. Вот мы хотели помочь, да, а нам не дали. Кто хочет помочь, он находит способы, он умеет договариваться. Он просто идет навстречу, ведь это действительно объективные вещи, о которых вы сегодня говорите. А если нет, еще другие какие-то фонды и способы, это уже будет на совести руководителей других фондов. Да. Давайте сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу. Мы перейдемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Мы уже о некоторых программах, проектах фонда поговорили, но все же хочется еще и о других услышать. Ирина. Ну вот есть у нас такие жемчужины, хотя я все программы наши жемчужинами считаю. И, наверное, есть программа «Сохраним историю детства». Детский дом предоставляет нам фотографии детей. Мы покупаем фотоальбомы, распечатываем фотографии. Вот такое вроде бы простое действие, но это же ведь так важно. Это очень важно. Дембельский альбом – это святое для тех, кто служил. А это не дембельский альбом, это просто история твоего детства. Как потом детям вот это все. Поэтому это очень хорошо, это здорово. А я хотел сказать, что первое, с чего мы встретились в Катериклеевере, это был как раз репетитор в каждый дом. Репетитор в детский дом. В детский дом. Это очень важно, потому что дети учатся из детского дома в обычной школе. Да, и понятно, что, скажем, те дети, которые имеют папу и маму, они потом приходят, делают уроки. Ну, родители знают, что такое делать уроки. А дети из детского дома приходят, делают уроки под руководством одного воспитателя. И, конечно же, при всем желании, при всем уровне подготовки этих людей, детям все равно не хватает того внимания. И при всем уважении к труду великому сотруднику детских домов. Да, да, потому что дети разные. Кто-то хочет учиться, кто-то, может быть, не очень хочет учиться. А потом начинаются провалы в знаниях. И дети, будущие, скажем, наши граждане, они имеют возможности встроиться в систему, потому что просто они ничего не знают. И когда приходят репетиторы, начинается адресное общение. И репетиторы подбираются такие, которые могут найти контакт с ребенком. Так, чтобы у ребенка возник интерес к учебе. Конечно. И естественно, что труд должен быть у педагогов оплачен, репетиторов. И то, что люди пришли и тогда собрали для них на декабрь, это уже очень хорошо. Да, 13-200. Вот это как раз вторая встреча проекта «Живое слово», но первая благотворительная из двух. Как раз у 13-200 собрано. Полностью оплата репетиторов в двух детских домах, в двойке и в четверке, за декабрь. А следующая встреча в январе, так как вопрос по репетитору на весь учебный год закрыт, одна серьезная компания полностью оплатила на весь учебный год до лета 2017 года, то я к Осипу Павловичу вышла с обсуждением, говорю, давайте на день рождения каждому ребенку. И мы опять же собрали 22-200 рублей. Почему я так тщательно проговариваю про деньги? Это потому что я всегда про них тщательно проговариваю. И в конце, не даст соврать, Иосиф Павлович, в конце двух мероприятий наших благотворительных я при всех раскрывала этот ящик, пересчитывала у всех на глазах, в акт вписывала сумму, расписывалась сама, расписывались четверо-пятеро человек из присутствующих. И на следующий день в сетях и на сайте все могли видеть чек ровно на ту же сумму. 10 яблок собрано, 10 яблок на счету фонда. Ну, 10 рублей, да, я образно выражаюсь. Потому что это очень важно. И тут я бы, наверное, хотела бы еще сказать о способах в связи с огромным валом мошенников, собирающих деньги по Владивостоку, к сожалению. И о чем страшно мошенничество? Тем, что люди помогающие, они разочаруются, когда узнают, что на мошенника напали. И потом не помогут. Побояться попросту и объективно побояться. Почему? Даже когда уже объективно нужна будет помощь. Вот поэтому я бы хотела сказать, в бытность нашей группы добровольцев, и для меня это очень важно, я ни одной копейки не взяла, ни наличную карту, ни в руки. Мои деньги – это мои, а наличные карты – это мои, а детские – это детские. Я, к сожалению, видела несколько судеб, когда люди, занимаясь благотворительностью, что-то в голове перепутывалось. И в итоге ресурсы, которые люди дарили детям, эти люди начинали воспринимать как свои. Это страшно. Но их ответственность, их жизнь, их судьба сейчас не об этом. Даже оснований не дать кому-то, кто захочет почесать языками и сказать, Ирина, а сколько у вас к рукам прилипло? Вот в избежание этого я ни одной копейки не приняла. 15 месяцев мы существовали группой добровольцев. И все помнят, кто участвовал тогда. Мы собирали на яблоке, как это было. То есть я записываю на бумажку, кто готов помочь. А потом даю реквизиты компании, карты, куда люди все переводили эти деньги. На сиделку мы собирали. Я-то собираю на бумажке, а денежки-то остаются в кармане у помогающих. И потом я даю реквизиты сиделки. Теперь 1 июня 2015 года организован фонд благотворительный. И вообще, чем можно помочь? В первую очередь, друзья, я приглашаю добровольцев к нашим детям. Потому что вы нужны. Ваша помощь, ваше тепло необходимо детям. Можно также помочь профессиональными услугами. Так, например, дизайн-студия Гиперкуб, Ольга Егорчева, ее хозяйка, дизайнер-доброволец нашего фонда. Помогать можно различными способами. Вы пригласили нас сегодня к вам. Это распространяет информацию. И эта социальная ответственность, огромное вам спасибо. Потому что чем больше людей о нас знают, тем больше помощи детям будет оказано. Той или иной. И также нужно помочь деньгами. Потому что мы живем в материальном мире. К счастью, очень много добрых и отзывчивых людей. Но те же бизнесы взять, да, не все могут себе позволить дарить. Особенно, что касается тепло наших рук, мы все замахиваемся на программы. Нам не хочется разово, нам все хочется на какой-то постоянной основе. И разово могут помочь. А вот стабильно. Поэтому, допустим, вот компания Амата, мы у них яблоки покупаем. Каждую неделю мы покупаем яблоки. Допустим, из нашего заказа один ящик яблок традиционно всегда дарит Амата. Посильно. И это тоже принцип. Посильно я об этом везде всегда говорю. Посильной помощью. Не надо переживать, что вы не можете отопить Антарктику. Отопите вот кусочек земли рядом с собой. И про деньги, возвращаясь к вопросу, чтобы все знали. Если кто-то где-то увидит, что кто-то от тепла наших рук собирает или наличную карту, или какие-нибудь ящики по автобусам, просто сразу звоните мне или в прокуратуру. Смело знайте, что это мошенничество. Это не наша политика. Уважающий себя фонд по автобусам... Наш фонд по автобусам не пойдет. Мне хотелось бы сказать, не то чтобы аппетит растет во время еды, но вот еще 15 месяцев назад, когда только были добровольцы, про фонд не было. А теперь уже есть знания по фонду, как вести это дело. Ирина великолепно это показала. И растет как бы помощь. То есть хочется уже программ, не разовых каких-то акций. Это очень здорово. И когда люди будут понимать, что они вписываются в программу, вот это будет великолепно. То есть это будет понятно, что это не разово, там не просто захотелось нам просто вот сегодня, а завтра мы не помогаем. А что действительно есть место, где можно помочь. Площадка, где каждый может внести столько, сколько он может. Это здорово. А из ручейков составляется река. Или озеро. Я могу даже примере сказать, что когда программа не разовое какое-то действие имеет, то результат видишь. Да, и можно даже не сразу понять, как на примере литературной гостиной. Я, поскольку веду литературную гостиную, нападет. Представлю Татьяну. Я стою уже очень хочу давно. Татьяна Геннадьевна Юрченко. Она пришла как доброволец. И немного времени прошло, когда в итоге у нас выросла совместными усилиями про проект «Литературная гостиная» в рамках программы «Социально-бытовая адаптация». И вот Татьяна, она куратор, доброволец. Ну, скажем, у нас совместное авторство, да, Татьяна? Абсолютно совместное. Все-таки этого проекта. Татьяна также еще и куратор программы «День рождения каждому ребенку» именно в детском доме номер два. А в детском доме номер четыре куратор-доброволец Алена Трухина. То есть Татьяна – куратор двух программ. Татьяна, прошу прощения, перебила, передаю вот про тот случай, когда уже на третьей встрече. Да, потому что я считаю, что это вообще нашей личной гордостью. Вообще гордость. То, что произошло, когда мы увидели эффект. Прошло уже не одно занятие в «Литературной гостиной». С детками разговаривали на разные всякие темы, интересные для них, конечно. Мы не повторяем программы школьные, то есть не берем книги, которые они проходят по школьной программе. И, конечно, изначально было целью приучить детей читать, показать, что это интересно. Но потом переросло намного, такой эффект получился все-таки социализации. То, что основное в фонде заявлено – социализация детей. Чтобы дети могли понять, не все могут о своих проблемах поговорить. И не только дети, у которых нет родителей. В семье-то не все могут поговорить, правильно, не все с родителями. Поэтому было важно донести, что те проблемы, которые у вас возникают, те вопросы, которые в вашем возрасте возникают, они не лично ваши, потому что с вами что-то не так. Эти вопросы и проблемы, они возникают у детей по всему миру. Поэтому мы делаем упор именно на мировую литературу. То есть представляем книги авторов разных абсолютно стран и показать им, что и там тоже дети думают об этом. И это они переживают. И, возможно, то, с чем вы сейчас не можете справиться, если вы прочитаете книги, возможно, эти ситуации уже кем-то пережиты, и к вам применимы их решения. Поэтому я считаю, что это социализация детей как раз. И дети через какое-то занятие стали подходить ко мне и спрашивать, а вот вы нам там читали книгу, отрывок мы читаем, а как она называется? А я не смог в библиотеке найти. Я стала сейчас делать копии обложек детям, и чтобы у них под рукой было название. И оставлять. Да, оставлять им. А потом еще подумала, раз ли те искали в библиотеке, надо показать, что это доступно. Я записалась в детскую библиотеку. С этой сложностями были. Не могли понять, зачем это мне нужно. Но я записалась в детскую библиотеку. И я приношу им сейчас книги не свои личные, хотя у меня тоже есть, а книги с библиотечными печатями, чтобы они видели, что это действительно можно в Владивостоке взять в библиотеке. То есть они в доступе, эти книги. Они там где-то у меня на полочке стоят, и только я могу их прочитать. И стараюсь, мы сейчас подумали, что тревог читаем из одной книги, но на тему, на эту, подбираем уже несколько книг и приносим, показываем, что это можно. И дети стали спрашивать совет, а что почитать. Это вот буквально в субботу у меня девочка спрашивала, а подскажите, что почитать. Я считаю, что это такой результат, который даже предположить не было вот сложно вначале. Но я хотела сказать, что этот результат случился уже на нашу третью встречу, на самом деле. То есть если что-то делать, и делать от души, и кайфовать от процесса, то очень быстро, не упираясь, да, когда же результат, то наоборот парадокс, но результаты очень быстро приходят, и ошеломляющие просто. Я думаю, что это станет отличным итогом нашего разговора. И я бы еще также к этим словам добавила то, что то, чему мы сегодня уделили достаточно много внимания, и я считаю, абсолютно не зря, если вы хотите помогать, в том числе детям, другим людям. Неважно, кому, важно делать это правильно, потому что это тоже немаловажный момент, да, и это составляющая успешной, совместной, доброй деятельности. Спасибо вам большое. Анна, можно вручить вам подарок? А, конечно. Весьма скромный, но зато от всей души вот эта открытка сделана руками детей из детского дома номер два. К сожалению, Новый год уже закончился, подарков мало осталось. Поэтому от всей души вам и вашей команде вашего телеканала. Спасибо огромное, как раз в свете нашего телеканала. Ну что ж, спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Спасибо за подарки. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова